Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Сегодня мы с вами рассмотрим классификаторы в программе 1С зарплаты управления персоналом. В программе используется формат адресного классификатора FIAS, Федеральная информационная адресная система. Формат адресного классификатора CLADR, классификатор адресов Российской Федерации не используется. В программе возможно загрузить и хранить FIAS с поддержкой адресов по муниципальному делению. Адресный классификатор FIAS предназначен для хранения адресных элементов, таких как регионы, районы, города, населенные пункты, улицы, из которых составляются адреса внутри Российской Федерации и вычисляется почтовый индекс. Загрузка адресного классификатора осуществляется из внешних файлов. Получить эти файлы можно из разных источников. Например, на сайте ИТС. На сайте ИТС как раз 28 декабря обновился классификатор. Указано, что для работы с новым форматом FIAS с поддержкой адресов по муниципальным делениям требуется программа версии 3.0.1 и выше. Отсюда можно загрузить в зиповском формате любой классификатор по любой области, району и так далее. Либо вот на федеральной информационной адресной системе fias.nalog.ru тоже классификатор в формате FIAS можно загрузить, можно в формате кладер и так далее. Делается это в 1С в разделе администрирования, интернет-поддержка и сервисы, классификаторы и курсы валют, загрузка адресного классификатора. Здесь мы можем выбрать галочками нужные нам области и районы. Желательно не загружать сразу все, можем, конечно, все галочки проставить, но это займет достаточно большое количество времени загрузка и достаточно большое количество места на диске. Поэтому желательно выбирать несколько, только те, которые используем. Соответственно, если у вас есть подписка ИТС, то вы оставляете галочку с портала 1СТС и загрузка происходит автоматически. Также вы можете нажать галочку «Загружать историю изменений адресных объектов». Будет сохраняться такая информация, как переименованные объекты, изменение классификации и так далее. И вот если вы загружаете из папки, то, соответственно, выбираете нужную папку, в которой вы заранее скачали классификатор и загружаете отсюда. Вот, нажимаете «Загрузить» и у вас происходит загрузка. Если вы выбрали один-два объекта, то происходит оно достаточно быстро. Проверить мы можем зайти в карточку сотрудника и заполнить адрес. Вот, мы заходим в регион. Ну, здесь у меня заранее еще были загружены многие регионы. Вот, допустим, мы загрузили. Вот, и у нас проставилось таким образом. Так, еще хочу показать. Если у вас уже ранее были загружены адреса, и вы открываете карточку сотрудника, и видите, что адреса помечены красным цветом, это значит, что какие-то ошибки есть в адресе. В данном случае, вот, у нас указывает программа, дает понять, что индекс не соответствует адресу. Возможно, правильный индекс другой. Вот, то есть, скорее всего, он поменялся, индекс. Вот, и нам нужно его исправить. Для этого мы заходим в адрес и перевыбираем, вот, допустим, дом. Тот же самый. У нас поменялся индекс, мы нажимаем ОК, и уже краснота уходит. Все, адрес у нас правильный. То же самое здесь делаем. Вот, адрес поменялся, стал черненьким, все правильно. Также хочу показать, что можно делать загрузку прямо отсюда. Нажимаем на кнопку «Еще», загрузить классификатор, у нас открывается та же самая форма, и мы можем загрузить здесь, обновить нужные адреса. Отсюда же. Вот таким образом. Так, это что касается адресных классификаторов. Теперь рассмотрим кадровые классификаторы. Кадровый классификатор мы можем увидеть в разделе «Настройка». Здесь есть классификатор «Виды рабочего времени», «Специальности», «Профессии» и так далее. Вот начнем. «Виды рабочего времени». Здесь есть предопределенные виды рабочего времени, явка, вахта, отпуск и так далее. Мы можем изменить имеющийся вид, допустим, поменять название, коды или что-то еще. Либо добавить свой вид рабочего времени и в дальнейшем использовать его в формулах для расчета зарплаты и так далее. «Специальности АКСО». Здесь мы добавляли ранние специальности, мы можем подобрать из справочника, выбрать нужный нам раздел, двумя щелчками, либо по кнопке «Выбрать», выбираем одно либо несколько значений, нажимаем «Закрыть» и у нас подтягиваются список этих специальностей. Мы можем использовать их при приеме сотрудников на работу, указывать в сотрудниках. «Профессии рабочих» таким же образом. Здесь у нас выбраны ранние, мы можем подобрать из АКСО, здесь идет в алфавитном порядке. Мы выбираем несколько или один, двойным щелчком, либо по кнопке «Выбрать», нажимаем «Закрыть», у нас сюда подтягиваются профессии рабочих, которые мы в дальнейшем будем использовать. «Основание увольнения». Здесь уже справочник заполнен, его здесь добавлять и изменять ничего нельзя. На основании трудового, федерального закона, трудового кодекса, федерального закона, уголовного кодекса. Все нужные виды оснований увольнения здесь есть. Виды документов физических лиц тоже предопределенный справочник, паспорт гражданина РФ, загранпаспорт и так далее. Мы можем добавить свой, вот я добавляла пропуск, можем указывать коды, можем не указывать, по кнопочке «Создать» и использовать его при приеме сотрудников на работу, указывать эти виды документов, формировать отчеты по ним и так далее. «Валюты». У нас ранее была добавлена норвежская крона, используется, как правило, только российский рубль, но если вам нужно, то вы загружаете, даже не отсюда, а вот «Создать» по классификатору. И отсюда вы уже выбираете нужную вам валюту, и она у вас сюда подтягивается, в справочник, вы можете использовать. Классификатор банки. Имеется предопределенный справочник. Если вам нужно загрузить, вы загружаете либо обновление через интернет, если поменялись реквизиты у банка или что-то еще, либо через файл. Классификатор видов справок. Тут есть три вида справки. Наличие и отсутствие судимости, наркологический диспансер, психоневрологический диспансер. Можно также создать свой вид справок и использовать предпринятие на работу сотрудников. Также классификатор имеется в разделе «Смотри так же». Здесь мы можем убирать и добавлять. Нажав на кнопку «Настройка навигации», здесь мы видим, что есть также классификаторы состояния в браке, ученые, звания, степени, награды, отрасли науки. Мы можем отсюда добавить двумя щелчками, либо по кнопке «Добавить». И можем также убрать с рабочего стола те классификаторы, которые нам не нужны, которые мы использовать не будем. Нажимаем «Ок». У нас здесь остаются на рабочем столе только те классификаторы, которые нам нужны. Мы рассмотрели все классификаторы в программе «Единая зарплата и управление персоналом». Спасибо за внимание. Надеюсь, вам пригодится информация. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok